Джон Фокс. Книга мучеников. Оглавление. Раздел 3. 20-е столетие. Глава 21. Мученики в наши дни. Первые 90 лет. Глава 22. Мученики сегодня. Советский Союз. 1990 граммов. Глава 21. Мученики в наши дни. Первые 90 лет. Слово мученик. Это слово, которое напоминает нам о древности, античности. Это слово использовалось в описании времени Иисуса и ранней церкви. Времени, когда язычники попирали Европу, когда варвары внутри церкви ожигали ее знаменитых святых. Это слово из давно минувшего прошлого, из прошлых лет, прошлых дней. Это слово из любых других дней, но только не сегодняшних. Но на самом деле слово мученик как никогда подходит для описания наших сегодняшних событий больше, чем для любых других в истории мира. В 20-е столетие было убито гораздо больше христиан за их веру, чем за все предыдущие вместе взятые. Подумайте над этим. Боксерское восстание 20-е столетия началось с боксерского восстания в Китае. Хотя восстание было спровоцировано политической и экономической эксплуатацией Китая со стороны различных западных властей, христианские миссионеры и китайские христиане в полной мере испытали на себе страдания, вызванное местью боксеров. Все началось в 1899 году, когда китайское тайное общество созвало собрание справедливой и гармоничной руки. В западной прессе их называли боксерами из-за того, что они упражнялись в боксе, так как считали, что это сделает их недостижимыми для ударов. И они начали кампанию террора по отношению к христианским миссионерам в северо-восточных провинциях Китая. Официально боксеры осуждались китайским правительством, но на самом деле они получали тайную поддержку со стороны многих из императорского двора, включая поддержку со стороны вдостающей императрицы Цуксе. Террористическая активность общества боксеров увеличилась в 1900 году, когда банды боксеров на виду всех атаковали христиан. К маю того же года боксеры бродили по селам и атаковали западных миссионеров и обращенных в христианство китайцев, как только им удавалось их обнаружить. В течение лета боксеры буйствовали в Пекине, где они сожгли церкви и домы людей Запада и убили всех китайских христиан, которые не успели убежать из города. Среди миссионеров, которых поглотила ярость боксеров Китая, были Джонатан Гофорт и его жена Розалинда. Однажды в своей миссии в Чангте они получили запоздалое послание из американского консульства в Чефу, в котором говорилось «Отправляйтесь на юг». Северный маршрут отрезан боксерами. Китайские христиане в миссии помогли им упаковать необходимые вещи на тележку и убеждали их немедленно уехать, так как боксеры в это время не оставляли ни одного миссионера в живых. Борьба между западными отрядами и боксерами усилилась около китайской столицы Бейджанг. 18 июня 1900 года там началось всеобщее восстание, и вдовствующая императрица Цвухся приказала убить всех христиан. 27 июня Гофорты оставили свою миссию и направились на юг. Вместе с ними были их четверо детей, трое мужчин, пять женщин, один мальчик и трое слуг. Дни были жаркие, а ночи холодные, и они спали на земле, когда делали вынужденные остановки. Возле деревни Хсинтиных атаковала толпа мужчин, вооруженных ножами, ружьями, камнями и палками. Животным, тащившим повозки, переломали хребты, а Джонатан Гофорд получил удар тупым концом меча по шее. Когда он падал и поднял руку, чтобы защититься, они разрубили ему в нескольких местах руку до кости. Когда пытался подняться на ноги, он получил удар палкой и потерял сознание. Когда он начал приходить в себя, по божьему проведению через толпу к повозкам подъехал садник и спрыгнул с лошади. Взмыленная лошадь теперь была барьером между атакующей толпой и миссионерами. Когда Джонатан с изумлением поднялся на ноги, мужчина стал перед ним, как будто хотел ударить его дубинкой, но вместо этого он прошептал, отойдите от повозок. Когда они отбежали, нападавшие проигнорировали их и начали драться между собой за добро в повозках. В конечном счете Гофорды получили помощь от некоторых селян, ведь и забрали их в деревню и закрыли в маленькой хибарке, чтобы сохранить им жизнь. Джонатану обработали раны и дали еду и питье. На следующий день они выяснили, что никто не был убит, только один человек был серьезно покалечен. Когда они продолжили свой путь, то узнали, что их избавителями были мусульмане, которые боялись, что они не увидят лица Божие, если будут участвовать в уничтожении миссионерской группы. После того, как китайцы потерпели несколько унизительных поражений, 7 сентября 1901 года был заключен мирный договор о восстании боксеров закончилось. В течение двух лет буйства боксеров было убито приблизительно 250 миссионеров и почти 30 000 китайских христиан. В течение первых 25 лет 20-го столетия не было систематического гонения христиан. Однако начиная с 1924 грамма, на протяжении многих лет атеистический коммунизм из СССР распространялся по всему миру, особенно после Второй мировой войны в период с 1945 по 1975 годы. Самого начала коммунистов в СССР преследовали христиан, разрушали их церкви, заключали их в темнице, пытали и убивали. В самом разгаре распространения коммунизма по всему миру в среднем каждый год выбивали около 330 000 христиан. После развала СССР в 1991 году количество убиваемых каждый год христиан резко сократилось, но все-таки эта цифра остается внушительной. В соответствии с мировой христианской энциклопедией выпуска 1997 грамма примерно 155 000-159 000 христиан каждый год уничтожаются за свою веру. Их количество растет каждый год, очевидно это вызвано демографическими причинами, то есть ростом населения, а не увеличением гонений. В это число и в предыдущий период вошли только те христиане, которые были убиты за их веру, а не те, которые были преследуемы, но не убиты. Их число увеличивается с каждым годом на сотни тысяч. Хотя в наше время все еще есть коммунистические страны, такие, как Куба и Китай, где христиан все еще преследуют, но сегодня мусульманские страны ответственны за гибель большинства христиан, убиваемых за их веру. Сегодня в Китае считается, что не существует официальной правительственной политики гонения христиан и что теперь быть христианином не считается незаконным. Но христиан продолжают тревожить, и полиция продолжает их арестовывать, разыскивать подпольные церкви и разрушать место их служений. Хути китайская конституция гарантирует религиозную свободу, правительство Китая делает всевозможное, чтобы запретить практику незарегистрированных религий. Китайские христиане все еще помнят годы, когда они были открыты и жестоко гонимы во времена Красного Китая, о чем свидетельствуют многочисленные факты. В мусульманских странах обычно не существует официальной политики преследования христиан, и в большинстве из них провозглашают религиозную свободу. Не взирая на это, обычно они одобряют преследование и не наказывают тех, кто нападает на христиан и даже убивает их. В большинстве мусульманских стран преследование других религий, особенно христианство, происходит на уровень государственной политики. Во время последних двух мировых войн и во время тяжелых лет между ними на религиозные преследования в мире почти не обращали внимания, мир едва обратил внимание на уничтожение евреев в нацистской Германии. Не было ни одной организации, которая выслушала бы их и ни одной организации, которая сохраняла бы отчеты о преследованиях. Только в конце этого столетия появились такие организации. Одной из лидирующих организаций, которая собирает информацию о мучениках по всему миру и обеспечивает для них помощь, является Организация Голос Мучеников. Она была основана в 1967 году пастором Ричардом Вамбрандом, который провел 14 лет в румынской темнице за свою веру. Руководит этой организацией в Соединенных Штатах Томбайт, который провел 17 месяцев в кубинской тюрьме по той же причине. Они являются самыми великодушными людьми истинно демонстрируя дух Христов. Они предоставили нам карту, в которой показано, где христиане страдают в наши дни, и большинство историй о мучениках в нашем столетии. Истории в этой главе описывают ранние 70-е и конец 80-х годов. Истории в следующей главе охватывают период первых 7 лет 90-х. Это только некоторые из тысяч историй, которые были записаны за последние 30 лет. Советский Союз, 1966 граммов. Следующие факты взяты из копия письма, написанного братом и сестрой Слободы из села Дубрада в Витебской области, советскому премьеру Алексею Николаевичу Косыгину. В письме говорится, что местный суд приговорил отнять у них 11-летнюю дочь Галю и 9-летнего сына Александра, потому что они воспитывали их в христианской вере. В течение двух лет детей содержали в атеистическом детском интернате, в котором была такая антисанитария, что дети были покрыты в шайме. Ноги Галли опухли и почти в два раза увеличились в размере. Дважды дети перенесли заболевания легких, возможно, это был туберкулез. После двух лет, проведенных в интернате, дети сбежали и направились домой. Вскоре власти пришли к ним в дом, чтобы забрать детей обратно. Галли и Александр забрались на кровать и начали сильно плакать. Офицер Лебедь, который вошел в дом, не смог вынести плач детей и уехал без них. Спустя несколько дней дети пошли в школу. Директор школы позвал Галлю в свой кабинет. Милиционер Лебедь ждал там Галлю, схватил ее и отнес в милицейскую машину. Она настолько сильно вырывалась, что Лебедь даже упал на пол, но не выпустил ее. По пути Галли кричала, люди, люди, помогите. Но, конечно же, никто ей не помог. Другую девочку, Шуру, тоже бросили в ту же машину. Она была вызвана школьной медсестрой в медицинский кабинет якобы для того, чтобы сделать прививки, где ее ждал другой офицер, который также схватил ее. Ни один из детей не вернулся к своим родителям. После этого Александр оставался дома и не ходил в школу. Советский Союз, 1968 граммов отчет одного христианского курьера, который передавал вести из Советского Союза и в Советский Союз, и однажды отправился в советский лагерь. Чтобы посетить христиан-заключенных, я увидел жену одного христианского мученика, у которой дома осталось много детей. Она выглядела удивительно молодой, хотя растила детей. Я спросил у нее об этом. Она ответила, «Страдания обновляют мою юность». Другой христианин сказал мне, «Мы желали бы облегчения наших условий, но не полного прекращения давления. Мы боимся, что свобода заставит нас потерять горячую любовь к Христову». Еще один человек сказал, «Мы, когда думаем об облаке свидетелей в духовных небесах, счастливы, что часть неба, которая велико покрыта облаками, находится над коммунистическими странами. Мы рады дать самое большое количество мучеников». За бамбуковым занавесом, Китай, 1969 граммов было получено свидетельство очевидца о смерти нескольких христиан в коммунистическом трудовом лагере. Молодой девушке связали руки и ноги и поставили на колени в окружение толпы людей, которым приказали побивать ее камнями под страхом расстрела. Несколько христиан отказались это исполнить и были немедленно расстреляны. Девушка умерла под градом камней. Ее лицо сияло, как лицо святого Стефана, когда его побивали. Позже один их тех, кто бросал камни, раскаялся и принял Христа как своего спасителя. Молодой человек был повешен на кресте, как и Христос. В течение шести дней, пока он не умер, он непрерывно громко молился за своих преследователей, чтобы они были прощены и приняли Христа. Пять студентов получили приказание выкопать пять глубоких ям. Затем их бросили в эти ямы, и другие заключенные начали засыпать их землей. Когда их погребали живьем, они пели христианские гимны. Затказ прекратить проповедь о Христе Евангелисту Нитиосин выкололи глаза, вырвали язык и отрубили обе руки. Затем его отправили в тюрьму в Шанхае, Румыния. 1970 граммов января 1970 года пастор Вармбрандт из «Голоса мучеников» написал следующее. «Я ссылаюсь на книгу Дебасу, которую он назвал именем тюрьмы в Румынии Пятиште. Охранники били нас. На полу были кровь и моча. Но не только охранники били нас. Христиане, которые стали отступниками после пыток, должны были бить своих бывших друзей. Друг, самый лучший из всех, которые у меня были до моего ареста, которому я слепо верил, в ярость ударил меня по лицу. Я был не в состоянии сказать ни одного слова, ни даже спросить его о чем-либо. Я верил, что это был ночной кошмар, всеобщее помешательство. Избиение длилось 3 или 4 часа, однажды даже 9 часов. После этого с избитого срывали одежду и заставляли лежать под кроватями. Заключенный был обязан за одну ночь сделать 1000 приседаний, становясь двумя коленями на пол. Обычно человек не может сделать больше 50 таких приседаний. Мы должны были стоять по стойке смирно весь день, не имея права даже пошевелить мускулами. Сконцентрированный взгляд на потолок, безмятежность на лице были знаком тайной молитвы. Нас возвращали к действительности сильным ударом палки по ногам. Пастор Вармбрандт продолжает, «Некоторые христиане отрекались под пытками. Они становились гораздо худшими палачами своих бывших друзей и верующих, даже своих родственников». Китай, 1970 Гаммов сообщается, что в августе 1970 года христианин Владимир был арестован в Шанхае. В тюрьме его ноги обложили железными трубами, которые скрепили винтами. Затем били по этим трубам молотком, пока от вибраций не поломались кости в ногах. Все это делали, чтобы он признался вымышленным преступлением против правительства. Джей Оуэлл он не признался. Несколько коммунистических офицеров полиция затем отправились к нему домой, и один из них, женщина, взявший ребенка Владимир на руки, сказала его жене, «Если ты не подпишешь обвинение против заключенного, ее мужа, мы разобьем ребенку голову». Жена Владимира отказалась, не веря, что люди способны на это. Тогда эта женщина-офицер с размах ударила несколько раз головой младенца о стену и убила его. Обезумевшая от горя мать схватила нож со стола и убила им женщину-офицера. Полицейские тут же застрелили ее. Наталья Горбаневская, 1970 граммов поэтессы Натальи написала книгу, подпольно изданную в Советском Союзе, вышедшую во Франции под названием «Под луной в Москве», в которой она выражала пожелание свободы народам Советского Союза. Книга начиналась следующим текстом из Писания, Деяние 20, 23-24, «Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не зираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение». Вскоре после этого Наталья была арестована и заключена в психиатрическую лечебницу, так как коммунисты считали, что любой человек, который любит свободу или Христа, является душевно больным. В Советском Союзе существовало много таких лечебниц, и многие попадали туда в здравие, выходили в сумасшествие. Это не то место, где душевнобольные люди получают выздоровление, это место, где здоровые люди становятся душевнобольными. Часто коммунистическая милиция маскировалась под докторов, чтобы пытать своих заключенных при помощи препаратов и медицинских инструментов. Психические лечебницы находятся в огромных зданиях, в которых содержатся тысячи заключенных. Между камерами нет стен, али железной решетки. Часто 100-200 заключенных находились в одной камере. Полы сделаны из неплотно ложных досок. День и ночь слышен каждый звук. Заключенные ходят, плачут, кашляют, чихают, храпят, злятся, двери камер хлопают, слышны звуки спускаемой воды в туалетах и тысячи других звуков. Там никогда нет тишины, нет мира, только звуки безумия. Только сильная вера во Христа может сохранить вашу душу от сумасшествия. Письмо из Советского Союза, тайно переданное в 1971 году заключенным, членам одной из подпольных баптистских церквей. Благодарю вас за посылку. Офицеры советовались между собой в течение нескольких дней, что им делать с посылкой. Затем, в конце концов, пришел приказ, что я могу получить ее при условии, что я напишу обратное письмо. «Пожалуйста, не присылайте мне посыпки чаще, чем четыре раза в году». Я ответил, я могу написать это, но как они поступят, я не знаю. Мои возлюбленные, я должен исповедовать, что я ничего не потерял. Господь дал мне хороший аппетит, так что я был бы удовлетворен даже пищей свиней. Мы склонны к земному, и мы благодарим за то, что вы так много молитесь о нас, о чем мы услышали. Да, наше благосостояние зависит от этого. Мои волосы сидеют, на моем лице появляется все больше морщин. Я должен работать на сильной жаре. Я работаю у печи, где сушат ракитник. Я работаю 15 часов в день, с 5 часов вечера до 8 часов утра. Все это время я почти без одежды, но несмотря на это, пот, стекающий с моего тела, можно собирать ведрами. Необходимо постоянно себя вытирать. Продолжает ли расти дуб в нашем саду? Дуб. Это была кличка одного из лидеров подпольной церкви. Брат спрашивал, продолжается ли работа, другое письмо из одной из тюрем Советского Союза, 1971 грамм давления на нас настолько невыносимое для нашей плоти, что многие люди полностью теряют свое достоинство и становятся хуже животных. Но все это полезно и неизбежно для любящих Христа, чтобы возрастать в благочестии. Поэтому нам нет причин жаловаться. Это правда, что желание быть с нашими близкими велико. Так что мы изнемогаем от любви к ним, но мы не можем изменить ничего. Недавно нас возили на суд. Нам предложили пойти ложными путями, отречься от веры во Христа, чтобы иметь лучшее будущее. Один из судей сказал, неужели всей перенесенной вами боли недостаточно, чтобы вы изменили свое мышление? Я ответил, я не проходил через боль. Тюрьма. Это то место, где я узнал много хорошего, что сделало меня более утвержденным в вере. Вы не можете понять этого, потому что вы не верите в него. Меня назначили садовником в тюрьме, и я был бы рад получить от вас семена цветов. Я хотел бы наслаждаться ароматом цветов, полученных от вас, так сильно любящих меня. Мы смотрим в будущее, а оно настолько мрачно и ужасно, но мы говорим, до сего места помог нам Господь, поэтому Он нам поможет и в будущем. Советский Союз, 1972 грамма. Русский пастор Сергей Голев провел 22 года в тюрьме, был освобожден на некоторое время, а затем в возрасте 82 лет снова осужден. Его жена отправилась к нему на свидание, но ей запретили навестить его, так как обнаружили, что у него в камере был спрятан Новый Завет. Ей позволили только взглянуть на него с расстояния через колючую проволоку во дворе. Когда он вышел во двор, увидела, что он плачет. Она закричала ему, я никогда не видела, чтобы ты плакал. Ободрись, скоро все закончатся. По другую сторону колючей проволоки он ответил, я устал, но ведь и голой жены вернули ему силу. Позже несколько христианских братьев рассуждали в своей камере, как они хотели бы умереть. Один сказал, я хотел бы умереть во время служения в церкви, чтобы она погребла меня. Другой молвил, я хотел бы быть со своей семьей, привести мои детей к вере, а затем умереть. Пастор Голев, который однажды на один момент допустил слабость, я хотел бы умереть в тюрьме. Здесь я провел мои лучшие годы. Прямо отсюда, Господу. Вот моя молитва. Албания. 1973 грамма епископ Дураза был закрыт в круглой железной бочке по размеру его тела. На внутренних стенках бочки были шипы, которые врезались в его тело. Затем эту бочку катили по улицам, пока он не умер от боли и потери крови. Франко Кжине, настоятель монастыря Мордезия, был заключен в крошечную камеру на 68 дней. Несколько раз ему загоняли деревянные иглы под ногти. Перед кончиной он получил удар электрического тока. Затем его застрелили. Когда шел на место казни, он ободрял других заключенных стоять твердо в своей вере. Петр Каскава, священник, получил приказ от коммунистов. Похули Бога и спаси себя. Он ответил, «Я предал свою жизнь Христу. Я не могу говорить против него, только лишь против вас, мои гонители». Вскоре его казнили. Одного пожилого священника по имени Слака избили до смерти на улице, потому что он громко молился Богу. Перед тем, как застрелили священника Демакая, он закричал, «Многих лет жизни, Христос царь!» Куба, 1973 грамма заключенного христианина заставляли подписать документ, обвиняющий других христиан, чтобы арестовать их за это и заключить в тюрьму. Он сказал, «Цепи не дают подписать мне это». Коммунистический офицер сказал, «Но ты не в цепях». Заключенный христианин ответил, «Я связан цепями свидетелей, которые в течение многих столетий отдавали свои жизни за Христа. Я звено в этой цепи, и я не разорву ее». Святой Фома Аквинский после того, как назвал мученичество величайшим доказательством совершенной любви ко Христу, сказал, «Слова, произнесенные мучениками пред властями нечеловеческие, не просто выражение человеческих убеждений, но это слово, произносимое Духом Святым через исповедующих Иисуса, Советский Союз, 1974 грамм от Трофим Бондар, русский баптист, который был заключен в тюрьму в 1971 году за проведение в своем доме молитвенных собраний. Ему было 72 года. В возрасте, когда все наслаждаются отдыхом, он наслаждался тяжелым физическим трудом, потому что любил господа. В лагере Бондар продолжал свидетельствовать о Христе, поэтому ему сделали инъекцию, чтобы ослабить его физическое состояние. Когда был освобожден в 1974 году, он больше не мог понятно изъясняться. Вскоре был полностью парализован и через несколько недель умер. Чехословакия, 1975 граммов Когда Виктор Корбелл был призван в чехословацкую армию, он взял с собой Библию и рисунок дюрера молящейся руки, говоря, «Это будет напоминать мне, что я должен делать каждый день». В понедельник после Пасхи, после того, как его забрали в армию, в дом его родителей проходило собрание подпольной церкви. Неожиданно зазвонил звонок, и в комнату вошли два офицера. Они сказали, «Мы привезли вашего сына домой». Он был в Габу. Родители плакали над гробом и говорили, «Да исполнится твоя воля». Позже они получили письмо от одного из армейских друзей Виктора. Он писал, «Мы никогда не забудем последних дней, проведенных с ним. Он учил нас читать Библию и говорил о Боге. В страстную пятницу он пригласил нас пойти с ним в церковь. Мы все сказали, что с радостью пошли бы, но для этого нам нужно разрешение. Я попытаюсь получить его», — сказал Виктор. «Офицер пришел из-за этого в бешенство. Мы слышали его ругательство. Он обвинял Виктора в том, что он отравил нас религиозной пропагандой. Нам не позволили выйти из казармы. На следующее утро Виктора нашли мертвым во дворе. Он был застрелен. Румыния. 1975 граммов. Флори умер в тюрьме Герла в Румынии, потому что он отказался исполнять рабскую работу в Господень день. Его били до тех пор, пока руки и ноги не парализовало. Коммунисты не отвезли его в госпиталь для лечения, а оставили в тюремной камере, где не было водопроводной воды, постельного белья, ничего, при помощи чего другие заключенные смогли бы помочь ему. Им нужно было кормить его с ложки, но у них не было ее, поэтому они кормили пальцами. Но он все равно был самым спокойным и радостным среди них. Его лицо сияло. Когда другие заключенные садились возле его кровати и размышляли о своих печалях, жаловались, что их ждет плохое будущее, он говорил, «Если впереди вас все плохо, тогда нужно смотреть не вперед, а вверх». После того, как один из заключенных был освобожден, он отправился в семью Флори. Он рассказал девятилетнему сыну Флори о его отце и о том, что отец сказал им, что очень хотел, дабы его сын вырос и стал хорошим христианином. Мальчик ответил, «Я хотел бы стать не просто христианином, но быть мучеником за Христа, как и мой отец». Рождественское письмо. Советский Союз. 1975 граммов. Рождественское письмо было написано русским христианским писателем Александром Петровогатовым, который провел 30 лет в темницах и лагерях за свою веру. Получив освобождение в 1976 году, он тайно передал это письмо из Советского Союза. Вот что он писал. «Накануне Рождества я вспоминаю всех людей, независимо от их веры и цвета кожи, от их социальной позиции и уровня образования. Я и вспоминаю людей, имевших власть, и тех, кто страдал в темницах и лагерях, богатых и бедных, сильных и слабых, тех, кто поднимался на вершины, и тех, кто падал в бездну, больных и здоровых, гонимых и гонителей. Но больше всего я думаю о тех, кого я недавно оставил, с кем вместе провел в темнице и лагерях почти 30 лет. На нашем праздничном столе стоит маленькая новогодняя елочка, рядом лежат яблоки, виноград и другие лакомства. А в моем сердце, как колокол, звучат слова «Можешь ли ты есть все это, когда, по крайней мере, один человек умирает от голода?» «Можешь ли ты спать в теплой постели, когда где-то есть заключенные, которым не позволяют лечь даже на холодный бетон?» «Моя рождественская ель упрашена гирляндами, в то время как тяжелые цепи рабства и колючие проволоки окружают лагеря. Я пишу не только о советских лагерях и тюремах, я думаю также о тех, которые не имеют свободы в других странах. Я думаю о тех, кто не ест и не пьет этим вечером, кто не может смотреть на самую блестящую звезду, которая поведала о Христе мудрецам, потому что тюремные окна закрыты решетками. Я поздравляю с Днем Рождества наших орлов и голубей, матерей и жен, невест и тех, которые не смогли стать невестами, моих сестер, которые понесли на себе крест за Слово Божие, за истину, за праведность, за верность Богу и любовь к людям. Я шлю рождественские поздравления всем гонимым, страдающим, всем ищущим свет. Я шлю рождественские поздравления всем гонителям и притеснителям, всем, кто проклинает и отнимает добро. Я поздравляю с Рождеством Елену Загрискину, которая предала меня семь лет назад. Я посещал церковь, в которой ты была лидером. Я хотел бы встретиться с тобой лицом к лицу, но мне сказали, что ты больше не служишь. Молилась ли ты когда-нибудь? Молись, молись. Все люди, надсмотрщики и охранники, люди из тайной милиции, патрульные офицеры, секретари коммунистических комитетов и президенты. Молитесь, пока не поздно. Христос не родится второй раз. Зато он придет во второй раз. Все гряду скоро, сказал Господь. Скоро, очень скоро. Китай, 1977 драма в Киангси. В Китае, две христианские девушки Чучинхси и Хахсицу и их пастор, его имени сообщается, были приговорены к смерти. Как и во многих подобных случаях в церковной истории, преследователи посмеялись над ними и унизили за их глупое решение и умереть за невидимого Бога. Затем они пообещали пастору, если он застрелит девушек, то они освободят его. Он согласился. Девушки терпеливо ждали в тюремной камере времени казни. Они спокойно вместе молились. Вскоре охранники пришли за ними и вывели их из камеры. Один из заключенных, который наблюдал за казнью через оконную решетку, говорил, что их лица были бледны, но неимоверно прекрасны, печальны, но милы. Их поставили у стены, и два охранника привели их пастора. Они поставили его перед девушками и вложили в его руки пистолет. Девушки зашептались между собой, затем уважительно склонились пред своим пастором. Одна из них сказала, «Перед тем, как ты убьешь нас, мы хотели бы от всего сердца поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас. Ты крестил нас, ты учил нас искать путь к вечной жизни, ты преподносил нам святое причастие той же самой рукой, в которой ты сейчас держишь пистолет. Пусть Господь вознаградит тебя за все, что ты сделал для нас. Ты учил нас, что христиане иногда ослабевают и совершают ужасные грехи, но они снова могут получить прощение. Когда ты исполнишь то, что ты намерен сделать с нами, не поступя, как Иуда, но покайся, как Петр, да благослови тебя Бог и запомни, что в наших последних мыслях о тебе не было никакого осуждения твоего падения. Каждый проходит через долину мрака. Мы умираем с благодарностью. Они снова склонились пред своим пастором, закрыли глаза и молча ждали. Но пастор, очевидно, ожесточил свое сердце, поднял пистолет и застрелил их. Как только их тела упали на землю, коммунистические охранники схватили его и поставили у стены, чтобы немедленно казнить. Когда они стреляли в него, не было слышно ни одного слова покаяния, а лишь его крики. Афганистан, 1981 грамм пара и здания по имени Барентен были миссионерами в Афганистане, который находился под властью коммунистов. После некоторых горестных переживаний они отправились домой в Нидерланды в короткий отпуск. Перед возвращением назад их спросили, не боятся ли они возвращаться в Афганистан. Они ответили, мы знаем лишь одну великую опасность, не быть в Божьей воле. Вскоре после их возвращения они были заключены в темницу коммунистами Афганистана, привязаны к стульям и порезаны на куски. На их погребение в Голландии стоил их могилы. Их пятилетний сын сказал, «Я прощаю людей, убивших мою маму и моего папу». Мученики, убитые коммунистами и мусульманами в различных местах. 1981 грамм британские адвентисты-миссионеры Анна и Дональд Лейгл были убиты коммунистами в Зимбабве. Щелков и Бахолдин из церкви адвентистов седьмого дня были убиты в тюрьме Советского Союза. Румынские православные христиане Якуши-эдебак умерли в тюрьме от пыток. Кроме всего прочего, их заставляли есть испражнение и пить мочу. Профессор Городман умер от болезни в румынской тюрьме Эюди, ему сказали, что дадут лекарства лишь в том случае, если он подпишет отказ от своей веры, и он отказался. Американская Коптская ассоциация составила отчет, что в июне были убиты 10 христиан в Каире в Египте. Одного, по имени Мина, забили камнями до смерти, другого, по имени Джад, закололи мечем. Камил Марзук и его семья, а также священник по имени Гиргес были завернуты в пропитанную керосином ткани сожены. Румыния. 1982 грамма румынская тайная полиция в Плаеште врывалась в дома тех людей, которых обвиняли в распространении Библия, избивали всех обитателей и конфисковали Библия, религиозную литературу, американскую валюту, продукты и изделия, изготовленные на Западе. Свидетели обысков, в том числе и члены семьи, говорили, что в Румынии после конца Второй мировой войны рейды по фашистскому образцу были невиданно жестокими. Сильвий Киата и костел Гиргески были самыми недавними жертвами. Три информатора и три офицера секретной полиции провели более пяти часов, обыскивая квартиру Киата в Плаеште. Офицеры конфисковали Библия и другие свидетельства. После обыска Киата был арестован. Его семья больше о нем ничего не слышала и не знала. Они говорят, что полиция отказалась сообщать данные о нем. Гиргески был арестован в тот же день. Офицеры ворвались с обыском в его дом, жестоко избили и забрали с собой. Больше о нем неизвестно ничего. Другие восемь братьев, членов церкви в Плаеште, были допрошены в тот же день тайной полиции. Их спрашивали о крупной партии Библии, конфискованных с румынского корабля в Турну-Северин. В течение последней недели сентября месяца 1981 года румынская полиция арестовала капитана корабля Пиру-Вергила и сожгла 13.000 Библии. Ливан, 1984 грамма в соответствии с информацией Католического информационного центра в Бейруте друская сирийская милиция, вооруженная и обеспеченная поддержкой Советского Союза, сожгла 17.200 домов христиан всех динаминаций, а кроме этого, 85 церквей, монастырей и христианских школ. Сообщается, что в конечном итоге 1.220 христиан было убито или пропало без вести. Их пытали и калечили, рубили топором, поджаривали на огне, разрезали пилами надвое, перерезали горло. Большинство женщин сначала насиловали. Никарагуа 1.985 граммов Никарагуа Брат Р. Имени сообщается, который был директором воскресной школы Ассамблеи Божией, заключен в тюрьму, где коммунистические сандинисты пытали его 6 месяцев. В темнице ему сковали сзади цепями руки, а подвесили за руки. Он висел в таком положении, пока руки не вывернулись из суставов. В течение многих дней пытали и били, пока его гениталии не опухли и не стали размером с надувной мяч. Плод на его ягодицах была сожжена электрическим кабелем, а в его черепе была трещина от ударов прикладом ружья. В камере Брата Р. не было никакой мебели. Ему приходилось спать на бетонном полу, который был умышленно залит водой. Очень часто, когда он спал, охранники подкрадывались к нему и опускали на мокрый пол оголенные электрические провода, в результате чего электрические разряды проходили через его тело. Они шумно смеялись, когда Брата Р. пытался найти такое место в камере, чтобы избежать удара электрического тока. Но это ему редко удавалось. Во время допросов Брата Р. заставляли пить соленую воду. Позже, чтобы как-то утолить жажду, он был вынужден лакать воду на полу своей камеры. Чудесным образом Брата Р. выжил и был освобожден. Вскоре после этого он и его семья смогли уехать в Гондурас, где христианская миссия помогла им с пищей и арендой жилья, когда они начали там свою новую жизнь. Советский Союз, 1987 драмов Галина Вилчинская, смелая молодая христианская поэтесса, была освобождена после многочисленных вмешательств христиан Запада, проведя только Гайгода в тюрьме, в то время как была приговорена к долгому сроку. В отместку, однако, коммунисты арестовали ее мать, 54-летнюю Зинаиду, и приговорили к 12 годам тюрьмы в Гомеле. Они поместили ее в камеру самыми ужасными убийцами со всей тюрьмы. Когда ее семье, в конце концов, позволили увидеться с ней, они с трудом узнали ее, так как она потеряла 25 килограмм. В Гомельской тюрьме строго запрещалось делиться даже куском хлеба с другими заключенными, что делало дружбу невозможной. В конечном счете, каждый заключенный смотрел на других, как на врагов, и относился к ним соответственно. Но, говорила Зинаида, Бог научил меня любить также и таких людей и отвечать на зло добром. Зинаида могла молиться только ночами, когда другие заключенные в ее камере спали, ибо когда они бодрствовали, то непрерывно звучали ругательства, сквернословия и богохульства. Днем Зинаида работала на улице без соответствующей обуви и одежды даже во время жестоких холодов, из-за чего заработала ужасный артрит, и ее руки и ноги непрерывно дрожали. В последний раз, когда семье позволили навестить ее, она сказала своим детям, «В такие трудные моменты я думаю о том, как Христос пострадал за меня, и это дает мне силу все перенести. Я полная один ее предала мою жизнь в руки господа, и он знает, какими путями вести меня. Моя надежда только на него. Он видит, что я уже исчерпала все свои силы, и я ожидаю, что он поможет мне». Валентина Савельева, русская баптистка, которая была недавно освобождена после пятилетнего тюремного заключения, писала, «Мы часто находились по колено в грязи. Наши пальто и ботинки никогда не были сухими, и мы не снимали пальто на ночь из-за холода. Температура редко подымалась выше 5 градусов С. Стены и потолок нашей камеры были покрыты льдом, а так как в камере находилось много заключенных, то из-за их дыхания ночью лед иногда потаивал, и вода капала на нас. Мы никогда не могли обсохнуть. У нас не было достаточно одеял, чтобы согреться, и не хватало матрасов. Поэтому многие из нас спали на грязном полу. По утрам нам нужно было быть очень осторожными, чтобы не встать слишком быстро, так как наши волосы примерзали к полу. Было совсем невозможно избавиться от вшей, все были больны, и многие умерли от туберкулеза. Пищи было недостаточно, и она была несъедобна, и часто нашу еду воровали. Тюрьма была полна ярых уголовников, которые ругались днем и ночью. Они хотели уничтожить мою веру. Для молитвы христиане часто собирались за пределами камер, в сугробах, чтобы не слушать грязных разговоров и убийц в их камерах. Укрепленные молитвы христиане возвращались назад в свои камеры и рассказывали этим же заключенным о Христе. Валентина прошла через пять тюрем, и в каждой она распространяла Евангелие. Никарагуа, 1989 граммов. Комиссия по соблюдению прав человека в Никарагуа составила отчет, в котором сообщала, что заключенные, среди которых было много арестованных за исповедание христианства, содержатся без воды фуриунах с жестяной крышей, оставляя эти фагоны на палящем солнце несколько дней. Иногда заключенных подвешивали за руки на стене на два или три дня без еды и возможности сходить в туалет. Часто заключенных заставляли стоять на стуле, продевши голову в петлю на допросах заключенным, приставляли горл нож или пистолет к виску. Иногда заключенные уже не возвращались с допросов. Глава 22. Мученики сегодня. Советский Союз. 1990 граммов. София Бочарова и несколько молодых людей были обращены в подпольной баптистской церкви в городе Электросталь. Власти не обращали на эту церковь никакого внимания, пока в ней были только пожилые люди, но когда там появилась молодежь, начались преследования. Милиция появлялась на воскресных церковных служениях, прерывала служения, арестовывала лидеров, налагала большие штрафы. Некоторые из старших сестер испугались и начали выступать против присутствия молодых людей. И в это время молодежь осознала, что они были бременем для церкви. Когда им сделали предложение, София и большинство ее друзей с радостью согласились работать в подпольной типографии, в которой в общей сложности было отпечатано 400 000 экземпляров христианских произведений. Некоторые из старших братьев и даже кое-кто из молодежи отказались им помочь, потому что, как они говорили, у них не было необходимых навыков. София ответила, «Я не принимаю ваших отговорок. Ни у кого нет меньше способностей, чем у меня. Бог ищет не таланты, а души, готовые жертвовать. Он дает способности, я пережила это на собственном опыте. Условия работы в подпольной типографии были очень тяжелыми. У них была только одна маленькая комната, в которой они должны были найти место для типографской машины, для хранения большого количества бумаг, для кухни, а также спальные места для восьми человек. Единственное окно в комнате было затемнено и заколочено, чтобы никто не мог заглянуть в него и в лес один мягкий знак. Поэтому в комнате было совсем немного свежего воздуха и не было никакой возможности ни для кого нормально отдохнуть. Совсем недавно, после 12 лет работы в таких условиях, София умерла от рака легких. Ее последними словами были «Мир для меня больше не существует. Сияние рая вокруг меня. Я восторгаюсь его неземной красотой. Я ожидаю моего господа». Китай, 1990 граммов Эмилио Кротти, который был заключенным в Китае, написал о своих переживаниях. Среди многого он поведал о следующем. Из своей камеры я слышал, как одна мать успокаивала свою пятилетнюю дочь, которую звали Сяоми. Ее арестовали вместе с ребенком, потому что она протестовала против ареста их епископа. Все заключенные были возмущены в виде страдания малышки. Даже директор тюрьмы сказал матери тебе, что «Не жалко своей дочери? Тебе нужно заявить о своем отречении от христианства и больше не ходить в церковь. Тогда ты и твой ребенок получите свободу. В отчаянии женщина согласилась и была освобождена. Через две недели она должна была провозгласиться с ценой перед десятью тысячами народа. Я больше не христианка». Когда они возвращались домой, Сяоми, ее дочь, стоящая рядом с матерью, во время отречения от своей веры, сказала, «Мама, сегодня Иисус не радуется за тебя». Мать объяснила, «Ты плакала в тюрьме, и я должна была сказать это из-за любви к тебе». Сяоми ответила, «Я обещаю тебе, если мы снова пойдем в тюрьму за Иисуса, я больше не буду плакать». Мать побежала назад к директору тюрьмы и сказала ему, «Вы убедили меня сказать неправильные вещи ради спасения моей дочери, но она оказалась более смелой, чем я». Обе снова оказались в тюрьме, но Сяоми больше не плакала. Ливан, 1991 грамм Марии Кхури было 17 лет, когда в Демур, ее деревню в Ливане, ворвались мусульманские фанатики, которые намеревали силой обратить каждого в ислам. Ее и ее родителям был предоставлен выбор, стать мусульманами либо быть расстрелянными. Мария знала, что у Иисуса был подобный выбор, отказаться от самого себя как сына Божия и спасителя мира или же быть распятым. Поэтому она ответила, «Я была крещена как христианка и ко мне пришло его слово, не отрекаясь от своей веры. Я буду ему послушна. Стреляйте!» Мусульмане, которые перед этим застрелили ее мать и отца, выстрелили в нее. Спустя два дня из Красного Креста приехали в их деревню. Они обнаружили Мария и семью на местах расстрела, но она только одна выжила. Она была парализована, так как поле задело спиной мозг. Ее парализованные руки были вытянуты и слегка согнуты в локтях, напоминая Христа во время его распятия. Вначале Мария была подавлена, не зная, что ей дальше делать. Затем Господь проговорил к ней, и она узнала, что должна сделать со своей жизнью. «У каждого есть призвание», сказала она. «Я никогда не смогу выйти замуж или исполнять физическую работу. Поэтому я отдаю свою жизнь за мусульман, таких, как те, которые перерезали горло моего отца, закололи мою мать, проклиная ее, и пытались убить меня. Моя жизнь будет молитвой за них». Китай 1991 Ген Даман была китайской евангелисткой, которая в течение трех лет привела более 200 душ ко Христу. Ее дочь говорила о ней, что ее любимое место из Библии записано в книге Иисуса Новина 24, 15. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныня, кому служить, Богомле, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или Богомамореев, в земле которых живете, а я и дому и будем служить Господу». 26 января, когда Анген Даман направлялась в дом молитвы. Чтобы поделиться Евангелием, к ней пристали несколько яростных противников христианства и ударили ножом 13 раз. Она тотчас умерла. Нигерия, 1992 граммов Кадуния во многих других местах мусульманские толпы яростно выступили против христиан, убивая и сжигая их. Так Аданио, Муса Бакут и его сыновья Бава и Биджа, Джон Уэсли, а также 300 человек мирян были убиты. Перед тем, как убить старейшину Данио, мусульмане выкололи ему глаза и разрезали рода подбородка. Также они разрезали и род Биджа. Это было наказанием для них за то, что они своими устами проповедовали христианское Евангелие. Церковь пастора Данио и 25 христиан были сожжены. Фанатики отрубили пастору Силчуну правую руку. Когда отрубленная рука упала на землю, он поднял другую руку и сказал, «Он, Господь, Он, Господь, Он воскрес из мертвых и Он, Господь, Преклонится пред Ним всякое колено и всякий язык исповедует, что Иисус Христос, Господь». Его жена и сестра стояли рядом с Ним и молились. В заре мятежники захватили темницу и убили всех заключенных на охранников, которые не были мусульманами. Они убили даже человека, который сказал, что он мусульманин, но не смог процитировать из Корана. Вьетнам, 1992 граммаму женщины Леси Луэ, христианский пастор, был казнен на Рисовом поле, после того, как его обвинили в действиях, направленных на свержение правительства, допросили и признали виновным. После его смерти правительство прислало ей счет за казнь мужа, проведение суда, гроб, погребение и пулю, которые убили его. Общий счет составлял 4000 долларов и чтобы отдать эту сумму, ей нужно было работать многие годы. Если она не отдаст, ее бросят в темницу. Пакистан, 1992 грамма Тахир Игбал умер в тюрьме за свою веру. Он, будучи мусульманином, получил Библию от своего друга и когда читал ее, обратился в веру. Затем он начал свидетельствовать другим, особенно детям. 7 декабря 1990 года Игбал, страдающий параплегией, был арестован по обвинению в оскорблении пророка Мохаммеда, так как подчеркивал места в Коране и писал на полях. В Пакистане за это преступление карают смертью. Брошенный в темницу Игбал, который был прикован к инвалидному креслу, страдал из-за ухудшающегося здоровья, в то время как его адвокаты искали любые возможные законные пути, чтобы освободить его. Однако Игбал оставался в заключении в Катлабхпатской центральной тюрьме в Ахоре до самой своей смерти. Зная, что его в любой момент могут казнить за преступление, Игбал сказал, «Я поцелую петлю на виселице, но я никогда не отрекусь от своей веры». О причине его смерти не было дано никакого официального объяснения. Его быстро и тихо похоронили. Письма из Бангладеша праздники Рамадан 1993 грамма Морзина бегом «Я стала христианкой вместе с сыном и двумя дочерьми в июне 1993 года. Мой муж рассказал мне об Иисусе. Когда евангелисты пришли в нашу область, мы узнали больше об Иисусе, и еще 25 человек стали христианами. Когда начался Рамадан, пришли люди из деревни и начали заставлять нас праздновать мусульманский праздник. Когда мы отказались, они избили моего мужа и даже сломали ему ногу. Затем они украли наших двух коров. Один из деревенских лидеров хотел взять меня и силой жениться на мне. Когда это произошло, я оставила мужа и детей с моим отцом и нашла защиту. В оригинале письма было оставлено место для имени этого человека в целях безопасности. Когда Рамадан закончится, я вернусь, но я не знаю, что меня ждет. В фагумиях я услышала Евангелие, когда некоторые люди проповедовали в доме Навара. После служения они говорили со мной, моей женой и четырьмя дочерьми. Мы решили стать христианами. В течение последних двух лет мы были верными Христу. Новобращенные христиане из нашей деревни встречались вместе для молитвы и общения каждый день. Когда начался Рамадан, люди из деревни, мусульмане, пытались заставить меня праздновать вместе с ними. Они били меня, а затем разрушили мой дом. Они также украли мои деньги и инструменты. Так как я фермер, то мне теперь очень трудно. Мне 48 лет. Ситуация настолько тяжелая, что я оставил детей у своего брата и с моей женой отправился в Хафизу Рахамон. В апреле 1993 года мой друг Салим познакомил меня с некоторыми евангелистами. Мы слушали Евангелие и задавали вопросы. В конце концов, моя жена и я, а также наши три дочери и сын, приняли Иисуса как нашего господа. В течение последних двух лет мы были верными христианами. Каждое воскресенье у нас проходило молитвенное служение. Когда начался Рамадан, люди из деревни избили меня до такой степени, что я потерял слух. Они забрали мою рикшу, так что я теперь не могу содержать свою семью. После молитвы ко мне немного вернулся слух в левом ухе, но я все также ничего не слышу правым ухом. Китай 1994 грамма Бюро общественной безопасности БОП ворвалась в церковное здание в Тауэн в Шанхайской провинции. Во время ареста запретили христианам петь песни, но те запели еще громче. Гражданин Америки, находившийся среди них, был связан и помещен в другую комнату. Он слышал голос христианки во дворе, она кричала. По ее голосу я понял, что ее сильно избивали. Две женщины пытались убежать, но их снова затащили в дом. Сестра христианка Хуфанг позже сообщила, нас, двоих сестер, положили на плиту и привалили огромным жирновым весом более 130 фунтов, около 60 килограммов, а затем начали избивать нас прутьями. Они также стянули наши трусы, используя самый жестокий метод, чтобы нанести боль нашим половым органам. Фотограф одной из шанхайских христианских газет показывал огромные рубцы и кровопотеки на пояснице и на ягодицах, а также углубления на ягодицах, откуда были вырваны части плоти. Китайское правительство письмом китайского посла в Британии подтвердила смерть христианина Лай Манринга во время шанхайского несчастного случая, но оправдала его смерть, сделавши заявление, что собрание в церковном доме не было законным собранием. Лай Манринг было только 22 года, он умер от побоев и во время этого рейда Боб арестовало более 90 христиан, пытаясь скрыть это убийство. Вскоре после этого представители Боб и несколько где утверждали, что в Китае после революции больше нет гонений на христиан. Пакистан 1994 грамма четверо пакистанских христиан Салмат Рехмат Гал и Манзур Масях были оправданы в предъявленных им обвинениях в богохульстве благодаря огромнейшему количеству писем протеста от христиан всего мира. Некоторые из оправданных скрылись или же, если могли, уехали из Пакистана, потому что правительство не могло защитить их после освобождения, а кроме того правительство делало лишь небольшие попытки и совсем не препятствовало распространению клеветы об этих людях. В мусульманском журнале Такбир в Карача вышла статья, в которой были показаны свадьбы и крещение мусульман, ставших христианами. Также там были помещены фото западных христианских учителей в Пакистане, которые свидетельствуют о Христе. В журнале им угрожают, а также напечатаны их имена, адресы номера телефонов, чтобы их могли преследовать. Вскоре после того, как Салмат, Рехмат, Гал и Манзур были освобождены, Манзур был застрелен на улице Лахора из автомата мусульманскими фундаменталистами, которые выступали против его освобождения. Вместе с ним тогда был Рехмат, который получил три пуля в живот, а также Салмат, которому несколько пуль поранили руки, и один христианин по имени Джон Джозис, также оправданный ранее, которому пули попали в рот и шею. Жена Манзура и его дети, на которых напала толпа и побила льв камнями после его ареста, остались верными Господу. После его смерти жена сказала, Манзур читал Библию каждый день, «Я научу моих детей поступать так же, мы не боимся. Я благодарю Бога, что мы христиане, и когда мы умрем, то пойдем на небеса. Мы знаем это». В 1995 Саламат и Рехмат в целях безопасности оставили Пакистан. Нигерия, 1995 грамма в городе Ратиску мусульмане почти до смерти побили камнями и мочи эти христианина Азубайк. Другой христианин был обезглавлен. Его голову затем надели на палку и мусульмане носили ее по всему городу, постоянно провозглашая, «Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Велик». Это произошло, когда около 5000 мусульман, среди которых большинство были молодые люди, изучавшие Коран, ворвались в Ратиску с такими же провозглашениями. Мусульмане дотла сожгли девять церквей и убили несколько христиан, среди которых были пасторы Хаэт Салиби и брат Язда Тураки. Другие 165 христиан получили ранения, а Библия, книги, машины, грузовики и другое оборудование, принадлежавшие христианам и церковам, были сожжены. Мала Гарба была захвачена мусульманами, которые приказали ей цитировать Коран. Когда же она отказалась, ее стали бить по лицу, выбили все зубы и повредили кости лица настолько, что ей потом потребовались две операции, чтобы восстановить повреждения. Индонезия 1996 граммов Стэнли совсем недавно закончил полембангскую библейскую школу пятидесятнической динаминации и страстно желал отправиться миссионерам надаленный остров Ментовая в Индонезии, где местные жители смешали колдовство и оккультизм с исламом. Находясь там, он смело проповедовал Евангелие, говорил мусульманам, чтобы те сжигали своих идолов, которыми являлись свитки с цитатами из Корана. В один из дней мусульмане исполнили это, а когда другие мусульмане из их области услышали об их поступке, пришли в ярость и сообщили о Стэнли в полицию и он был арестован и заключен в тюрьму. Тогда пастор Сиви с полембангской библейской школы узнал, что Стэнли арестован, он отправился в Бентовая, чтобы встретиться с ним. Стэнли, однако, был не в той тюрьме, где его должны были содержать, а переведен в другую. Чтобы найти его, пастор Сиви тратил несколько дней, а когда он нашел его, то узнал, что Стэнли жестоко избит и находится в коме. В последний раз, когда пастор Сиви увидел Стэнли, он сказал ему, «Стэнли, это пастор Сиви. Ты слышишь меня?» По щекам Стэнли покатились слезы, но он не мог говорить. Спустя несколько часов он умер. Избиение Стэнли и его смерть произвели такое впечатление на людей в его родном городе, что пятеро христиан поступили в полембангскую библейскую школу, а одиннадцать мусульман приняли Христа как своего господа и спасителя. Ночь, в которой умер Стэнли, семеро студентов из библейской школы собрались вместе для молитвы, а затем разбудили директора школы и попросили его, чтобы их послали проповедовать Евангелие на остров Ментовая, где Стэнли принял мученическую смерть. Вскоре после смерти Стэнли мусульманские офицеры, которые сбили его, погибли со своими семьями, когда их корабль во время шторма утонул. Иран, 1996 граммов пастыр Мехди Кибы был обвинен в отступничестве, отречении от мусульманской веры и оскорблении Мохаммеда. Его посадили в очень узкую яму, где не было даже места, чтобы выпрямить ноги. Когда он находился там, его жену Азизу угрожали побить камнями. Она развелась с ним и была принуждена правительством выйти замуж за мусульманина. Затем пастыр Кибы был приговорен к смерти. К всеобщему удивлению, однако, его освободили спустя месяц. Через несколько месяцев после освобождения в Тегеранской газете была напечатана статья о нем, в которой призывали казнить его. Вскоре после этого он был найден мертвым в парке. Ему было 65 лет. Его четверо детей остались верными Христу. Духовное состояние и жены известно. Китай, 1996 граммов на молитвенные дома, где проходили служения, в деревнях Хиангшин, Биксингтайншип, Хуаду-Сити в провинции Гуанганг на юге Китая были совершены четыре рейда офицерами Бюро общественной безопасности, Боб. Во время рейда 26 июля Боб ворвалась в дом лидера церкви Ян Куна и арестовала ее 17-летнего сына Дианга Гуахианга. Как сообщается в отчете, Дианга, который еще не достиг возраста, когда он может в соответствии с законом Китая нести ответственность за свои поступки, жестоко били по голове, лицу и всему телу, а также подвергли специально изобретенной в Китае пытке, когда зажимали пальцы и били по ним. Ко времени написания этого отчета, 1996 граммов, Гианг находился в темнице, где смело пропорядовал другим заключенным. Его арестовали потому, что Ян Кун продолжала предоставлять свой дом для проведения молитвенных встреч христиан. Индонезии 1996 граммов начиная с 1991 года, около 280 христианских церквей в Индонезии были сожжены, разрушены и закрыты. В воскресенье 9 июня 1996 года 10 христианских церквей были атакованы одновременно в самом городе Сурайби и в его окрестностях на юге Индонезии. Сурайби является столицей восточной провинции Ява и вторым по величине городом в Индонезии после Джакарты. В атаке принимали участие около 5000 мусульман. 8,00 Во время служения воскресной школе сотни кричащих людей разрушили здания церкви в Булакбантицк. Для этого они использовали серпы, дубинки, камни и молотки. Два здания и церковная квартира также были повреждены. Несколько членов церкви получили ранения, включая церковного лидера, которого избили, крича при этом «Индонезия исламская!» Вы знаете это. 9,30 Сотни людей уничтожили церковь Кристин Кемахинджел Калваре в Булакбантенге. Евангелистову и Сона Салемана ударили по затылку три раза, так что ему затем потребовалось наложить несколько швов. Некоторых женщин, членов церкви, во время атаки держали руками неприличным образом. 10,10 Около 1,000 человек участвовали в разрушении церковного здания в Джетисрона. Атака длилась около 30 минут. 10,30 Толпа разрушила церковь 50-ническую с Киньево-Насари. 10,50 Церковь Букицион атаковали около 500 человек, впереди которых маршировал щит из подростков. Далее ехали байкеры и два грузовика, чтобы увезти добычу. 11,20 Церковь Фирманхая в Джолане Тингуманге атаковали приблизительно 1500 человек после воскресного служения. 11,30 Была атакована христианская церковь Реуэветан. Ее пастор сообщил, «Воскресенье 9 июня 1996 года мы праздновали Ундухунду, или День урожая. Когда закончилось служение, 8 человек из общины остались, чтобы убрать в святилище. В 11,30 вошли около 500 человек, вооруженные деревянными палками, железными ломами и булыжниками. Они вошли через парадные и боковые ворота, а затем и в церковные двери, ломая все на своем пути. Затем они выбили все окна на первом и втором этажах и уничтожили все церковные принадлежности. Они также сломали крышу, потолок и выбили все лампочки. Фактически они уничтожили все внутри здания церкви. Очевидно, не удовлетворившись результатами, они избили 8 человек, которые убирали церковное здание. 11,45 Церковное здание ХАКВР в Чалонси до Топа было уничтожено толпой за 1200 человек. Одного члена церкви жестоко били по голове. Во время атаки некоторые церковные принадлежности были украдены, а над членами церкви издевались и грабили. 11,45 Была атакована батакская протестантская и христианская церковь. Ее пастор сообщал, узнав в 10,45 об уничтожении вандалами церкви Сахая-Касих. Один из наших членов попросил помощь у полиции, позвонив туда по мобильному телефону. Однако до приезда полиции толпа вовалась в церковь в 11,45 и начала все громить. Там было около 1200 вандалов. Первая группа насчитывала около 300 человек, большинство из которых были дети. Через 10 минут прибыла вторая группа, в которой было около 400 подростков, остальные взрослые. Вначале они бросали, что попало в окна и на крышу церкви, пока она не разрушилась снаружи. Потом взломали ворота, и все вандалы ворвались внутрь, вооруженные палками и ломами. Они выбили все окна и вы буквы слышали и все двери. Они разрушили все внутри церкви и повредили Библии и песенники общины. Один из членов церкви пытался остановить их, говоря, уже достаточно, достаточно, уже все разрушено. Из-за этого на него напали вандалы и жестоко избили по голове. Пакистан, 1996 граммов, 14 октября в деревне недалеко от Мултана христиане Луап и Самсон Масяк были атакованы и избиты толпой мусульман, а затем арестованы за скорбление Мохаммеда. Их семьи были вынуждены оставить свои дома и хозяйство и искать убежище. Спустя несколько дней Самсон был освобожден из полицейского участка и снова атакован толпой. На этот раз он был настолько сильно избит, что у него начались проблемы с речью. Луап оставался в заключении в полицейском участке, сильную боль, он был счастлив и прославлял господа. Обвинение Луапа в богохульстве произошло из-за его беседы с одним мусульманином. По свидетельству одного из христиан, Луап читал Библию во дворе около своего дома, а мусульмане начал насмехаться над ним. Они обменялись мнениями о религии, и мусульманин доложил об Луапе местным властям и обвинил его в оскорблении Мохаммеда. Пакистанская газета Daily Cedron сообщила, что группа мусульман Вайф Вала провела собрание и потребовала, чтобы Луапа был приговорен к смерти через повешение. Христианские лидеры Пакистана провели ответное собрание и отправили прошение в высший суд в Лахоре о его освобождении с тюрьмы и оправдании от всех обвинений в богохульстве. На момент написания этой книги в феврале 1997 года Луапа все еще был в тюрьме. Индонезии 1996 граммов пастора Исхо Кристиан и его жена дочь племянница и церковный служащий были сожжены, когда 3000 мусульман обезумели, сжигая церкви в Ситубонда Восточная Ява. Передвигаясь на мотоциклах, мятежники подожгли семь церквей в Ситубонда, а также две христианские школы и сиротский приют, а затем направились в близлежащие города. К тому времени, как полиции был издан указ, в общей сложности сожжено 25 мест для поклонения в семи городах. Это послужило причиной к возникновению самого тяжелого восстания мусульман против христиан в Индонезии в последние годы и привело к тому, что только в 1996 году более 50 церквей было сожжено. Судан 1997 граммов в течение последних 30 лет в Судане было убито около 3 миллионов человек за религиозные убеждения. В основном это были христиане или же приверженцы других религий, как сообщает Улла Ихделюс, эксперт по Африке от немецкого общества и евангельских христиан. Причинами смерти были войны, голод, резня и массовые депортации. 29 миллионов арабских мусульман, которые живут на севере страны, составляют большинство населения 64%. Одна пятая население христиане, оставшиеся 16% принадлежат к другим религиям. Христиане живут преимущественно на юге Судана и пытаются защитить себя от принудительной исламизации через правительство этой страны. В 1989 году Судан возглавили мусульманские экстремисты, которые провозгласили в этой стране ислам. В 1992 году военная хунта в Хартуме объявила священную войну против всех немусульман. Более чем 1,8 миллиона христиан, мужчин, женщин и детей, живущих в столице Хартум, лишились своих домов, которые были уничтожены мусульманским правительством. Начиная с 1992 года, более 250 000 домов были снесены бульдозерами. Тысячи людей вынуждены отправиться в лагеря беженцев за пределами города. Пища является тем оружием, посредством которого суданское мусульманское правительство заставляет христиан обратиться в ислам. Дома помечают буквами X, что значит там живут христиане, и эти дома должны быть разрушены. На юге ситуация еще хуже. Ул-Рихделю сообщила идея немецкому информационному центру уничтожение суданцев на юге страны. Одно из ужаснейших преступлений против человечества. Уничтожены целые деревни, члены христианских общин сжигаются в зданиях их церквей. Большинство немусульман-бизнесменов на юге были убиты, и бесчисленное множество людей на юге Судана умирает от пыток. Правительственным войскам поручено проводить резню среди гражданского населения. Солдаты врываются в деревни, насилуют женщин, пытают или убивают мужчин. Некоторых из жертв сжигают живьем, другим отрезают уши и гениталии. Более 10 000 мусульман-женщин и детей были похищены и проданы как рабы на местных рынках. Суданский вдохновитель этого исламского движения доктор Хасан Алтурап угрожающе заявил, что если находящиеся власти захотят остановить это движение, ислам, у них не будет никакого будущего. Правительство Судана изолировало свою страну от остальных стран, чтобы скрыть вопиющее нарушение человеческих прав. Возможно, чтобы не допустить иностранцев, которые могут симпатизировать врагам их правительства, христианам. В торжественной церемонии суданские солдаты клянутся на Коране защищать мусульманский закон. 15 детей, больных малярией, следовали за своим мусульманским хозяином через дикую местность. Через несколько часов ходьбы по болотам и грязи, взбираясь на холмы при 45-градусной жаре, они встретили шесть христиан, трех африканцев и трех белых, одним из которых был американец Кевин Тернур с голосом учеников. Этот человек предложил выкупить детей у работорговца, и после обсуждения цены тот продал их. У нею были другие десять детей, которых он хотел продать, но они были слишком больны, чтобы выдержать это длинное путешествие на рынок рабов. Одной из рабынь была 16-летняя девушка, которая до этого принадлежала различным людям. Они заставляли ее вступать в сексуальные отношения, и от каждого из них у нее был ребенок. Одному было два года, другого, еще совсем младенца, она несла на руках. Каждый день этих детей заставляли учить Коран. Если они не могли заполнить столько, сколько от них требовалось, им не давали пища, так как пища, которую они получали, едва могла поддержать их существование, все 15 почти умирали от голода. До этого дня они думали, что будут рабам и до смерти. Но некоторые христиане позаботились о них и уплатили достаточно денег за их свободу, как Иисус, о котором христиане говорят, что Он уплатил, чтобы освободить их всех. Пакистан 1997 граммов Пакистанский закон, называвшийся Черным, снова вступил в силу, когда был арестован член христианского меньшинства Алб-Масих, обвиненный в оскорблении пророка Мохаммеда, Алб-Масих был казнен. Церковные источники в Лохоре сообщают, что буйство мусульманы процесс против Масиха со ссылкой на его богохульство проходили в различных городах этого региона. В этом году более 12 христиан были преследуемы по обвинению в богохульстве, оскорблении Корана и пророка Мохаммеда, в соответствии с пакистанским законом 295, введенным в действие пять лет назад. Любой человек, признанный виновным по этому закону, автоматически приговаривается к смерти через повешение. Хотя никого из этих христиан не приговорили к заключению, некоторые из них были заключены на много месяцев без возможности выйти под залог, хотя это было предусмотрено законом. Пятеро из этих христиан были убиты мусульманскими экстремистами после освобождения, а другие пять бежали из страны, ища убежища за границей. Почти в каждом случае, когда христиане получали свободу, в газетах печатали угрозы и сообщали их данные. Часто эти объявления о розыске развешивались в городе и призывали к уничтожению этих людей, а также эти угрозы громко оглашались с миноретов местных мечетей. 5 февраля в Шанти-Нагаре в Пинджабской провинции распространился слух, что христиане разорвали Коран и выбросили вырванные из него страницы в мечеть после вечерней молитвы. В течение 24 часов мусульмане объединили силы из окружающих деревень и собрали армию в 30 тысяч человек, намереваясь отомстить. Возбужденные мусульмане сжигали церкви и разрушали дома и магазины христиан. Христианский лидер на следующее утро посетил Шанти-Нагар и сообщил, все дома сожжены, город разграблен, все автомобили сожжены, а также уничтожены резервуары с водой, нарушено электрическое снабжение, уничтожено все. 20 христиан были госпитализированы, один брат Ферас Масих умер от ран. Пропали две молодые девушки, считается, что их захватили мусульманские террористы. В один момент около 1000 христиан мужчин, женщин и детей были собраны на близлежащем поле для казни. К счастью, армия Пакистана прибыла до начала резни. Около 15 тысяч христиан не имеют домов и потеряли все свое имущество. У них нет ни воды, ни пища, ни места для ночлега, никакой одежды, кроме той, в которую они были одеты, когда смотрели, как горит их город. Христианам был нанесен ущерб, который превышает, как сообщается, 2,5 миллиона американских долларов. Позже было обнаружено, что некоторые члены пакистанской полиции были ответственны за уничтожение Корана, а затем они же обвинили в этом христиан во имя ислама. Индонезии. 1997 граммов с 30 января вспыхнуло антихристианское восстание в Индонезии, что было уже третьим восстанием за 4 месяца. Толпами мусульман в городе Ингазденклак в 31 милях на восток от столицы Джакарты были сожжены 4 церкви, одна из которых сгорела до тла. Восстание началось, когда распространился слух, что один местный китайский христианин-бизнесмен пожаловался, чаго мусульманские вечерние молитвы слишком шумны. Его дом и магазин были уничтожены толпой, которая затем двинулась к христианским церквям. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok